Этой осенью одной из самых обсуждаемых тем в изданиях, которые принято называть массовыми, стало расширение семейной линейки многих деятелей шоу-бизнеса. Начиная от Сергея Жукова и кончая Александром Градским. Евгений Фридринг, наш сегодняшний гость, тоже стал отцом в четвёртый раз. Прошу. Спасибо. Евгений, я читаю все эти таблоиды про детишек и удивляюсь, что на самом деле редкий случай с Фридрингом, когда не из газет можно узнать, а непосредственно от самого отца, потому что в Фейсбуке просто во всех подробностях было и про беременность, и про ребёнка. Откуда такая открытость на уровне, то есть на грани с экспедиционизмом? Серьезно? Ну, прям вот туда все-все-все подробности. То есть я так понимаю, что за счёт этого и массовое количество подписчиков? Не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, выдаю желаемое за действительное, но мне кажется, что вот та аудитория, которая у меня собралась и в качестве друзей, и в качестве подписчиков, огромная, уже больше 10 тысяч, у меня такое ощущение, что это близкие, родные люди. Они сопереживают со мной, хотя, конечно, бывает, что и делают замечания, и как-то направляют на какие-то свои вещи, но мне кажется, что это люди, с которыми я проживаю сегодня свою жизнь. И мне, на самом деле, для меня всё это, знаете, было не то, что не новое было, а для меня это какие-то вот в этом возрасте ощущения особенные, вот то, что происходило и с беременностью, и с родами. И я, ну, такой счастливый, наверное, что ли, что мне хотелось поделиться просто этой радостью. И по отзыву, по, как бы, о том, что я получаю от аудитории, я понял, что на самом деле я прав, потому что люди действительно искренне радовались и искренне переживали всему. Очень искренне всегда считается, что ведут себя, давайте, животные, животные, в отличие от нас, людей, вот они то, что имеют в виду, то они ими учат. Вы знаете, Евгений, у меня есть много друзей-хошатников, и я на самом деле не очень люблю кошек, и всегда, и стараюсь, знаете, да, прихожу в гости, стараюсь, чтобы там на стол они не залазили, но кошки меня любят, они всё время ко мне идут, всё время ко мне садятся на коленки, поэтому... Только кошки, а собаки? Собаки тоже, кстати. Собаки, причём даже страшные какие-то собаки, там, самые ужасные, где-то, не знаю, терьеры или там что-то вот такие породы, которые бойцовые, они прям меня любят страшно. А можно мы после эфира сфотографируем с Василисой и в знаменитом Фейсбуке Фридленда кошечку пропиарим? Да, запросто. Сегодня, кстати, у девушки, получается, теперь моя племянница, у племянницы моей жены, которую тоже зовут Василиса, сегодня день рождения, так что с днём рождения. Угу. Такое вставочка. Насчёт вот рождения. Ну, во-первых, я хотел бы узнать, с другими отцами, у вас нет такого клуба шоу-биско-свежеиспечённых отцов? Не обсуждаете со всеми остальными героями «Светской хроники»? Ну, нет, так получается, что в последнее время как-то у меня не очень много среди друзей тех, кто обзавелись детьми, родили кого-то. Ну, вот, скажем, с Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх», с которым мы на самом деле никогда не были ни близкими, ни друзьями, ни то, что ощущались, но какой-то, у нас есть какой-то вот, не знаю, какой-то... У него же тоже четвёртый, да? Да, у него тоже четвёртый ребёнок. У него же сын, да. Да, единственное, что мы ещё с Валерой Меладзу, у которого пятый, потому что я недавно переписывался с Валерой, пишу, Валера, там, привет, у меня сейчас скоро будет четвёртый ребёнок, он говорит, я тебя догоню. Он говорит, ребёнок, сыночек ещё у меня будет пятый. Вот, поэтому Валера нас всех обогнал. Но нет, какого-то клуба нет, хотя, наверное, было бы интересно поделиться и опытом, и воспитанием, и какими-то своими переживаниями, эмоциями, но я переживаю это пока один. Я-то просто очень в курсе, поскольку ежедневно слежу за Фейсбуком, но среди миллионов наших телезрителей есть те, которые даже не знают, что такое Фейсбук, не то, что не являются подписчиками. И даже ресту предложить, некоторые могут даже не знать, что такое Фридленд. Да, запросто. Поэтому поподробнее, во-первых, про жену. Ведь все же думают, как, если продюсер, шоу-бизнес, новая жена должна быть модель лет 18-20, никак не больше. Ну что угу-то, что? Ну, поподробнее, пожалуйста. На самом деле я сегодня хотел написать про свою жену небольшой пост, но потом думал не буду, потому что я такой человек, иногда многие обижаются, что я не подумываю иногда о последствиях каких-то своих выражений или слов, своих мыслей. Поэтому я вроде как воздержался, подумал, что я еще подумаю о том, что я хотел бы написать о ней. На самом деле у меня жены не были никогда моделями, но все жены были красивые, все жены были умные, с образованием или даже с двумя высшими образованиями. И на самом деле, вот последняя, и, надеюсь, уже окончательно последняя жена, которая у меня сейчас, она совсем не похожа на остальных. Вот я думал, что в ней такое. И вы знаете, ну, конечно, она прекрасный человек, она очень симпатичная женщина, но она совершенно отличается от моих, как бы, вкусов. Но то состояние, в котором я сейчас нахожусь, состояние комфорта, состояние вот ощущения, что со мной действительно близкий человек, который соратник, друг, вот сейчас я вот прямо чувствую, что вот это мое, что вот это тот человек, с которым вот я готов состариться и встретить, там, не знаю, и вымереть в один день. Вот, она на самом деле пришла совсем юной девушкой работать в нашу компанию с Игорем Крутым, который назывался Арсрекордс. Это был 90, если я не ошибаюсь, 8 или 99 год. И вот с тех пор она все время где-то рядом. И последние, вот, наверное, лет 10 она работает в моей компании, которая уже моя, вот, собственно, правительский центр. Вот, и я всегда на нее посматривал. И даже она приходила, сама первая на работу, уходила самая последняя. И я всегда говорил, да, ребята, вы посмотрите, какая девушка, ну, может быть, подружите там. Ну, вот как-то вот так все время пытался как-то устроить ее личную жизнь. И когда так получилось, что я со второй женой развелся, я начал косить, косить, поглядывать на Галину. Это третья жена. Это третья жена, да. И четвертый ребенок. Четвертый ребенок, да. По Фейсбуке, я знаю, что ее все время Ридлин зовет Галчонка. Галчонка, да. Можно предположить, что она Галина. Да, Галина, да. Да. А как назвали дочь? Ну, мы, в принципе, очень долго, конечно, выбирали имя. На самом деле, осенило меня почти, наверное, в какие-то последние дни прямо перед родами. Вот, мне почему-то показалось, что очень красивое имя Даниэла. И мы до сих пор, правда, вот до сих пор мы не получили свидетельство, до сих пор мы не зарегистрировали ребенка. Поэтому мы не знаем, поставить букву Е или букву Э, две буквы Л или одну букву Л. А есть разные варианты, да, это написание? Есть четыре варианта поставить. Даниэл, Ла. Все официальные, да? Все официальные, да. Все официальные. Но что мне особенно нравится в имени, что, оказывается, это старое еврейское имя, древнее еврейское имя. И переводится с еврита как «Бог мой судья». Бог нам всем судья, это правда. А как старшие, три ребенка, как они вот отнеслись к тому, что у них появилась сестра? Ну, старшая дочь, которой 28 лет скоро будет уже, она пока еще не видела и не знакома со своей младшей сестрой. Только вы называете имена Евгения? Катя, Катя, старшая дочь Катерина, да, Екатерина Евгеньевна, она еще не видела. А вот Дэвид Евгеньевич и Далида Евгеньевна уже приходили, встречались, уже дарили букеты Гале, уже приносили подарки для дочки. Но мне показалось, что им очень понравилось. Ну, потому что, вы даже не представляете, какой у меня замечательный ребенок родился. Это просто кукла, золотой ребенок. Я сейчас выходил, мы с женой остались сейчас без бабушки, которая нас покинула на два дня. Вот, и я уходил, и я сошел в детскую. И смотрю, ну, так спит сладко. Я думаю, господи, ну, неужели вот вообще бывают дети лучше, чем мой ребенок? Ну, вот каково вообще, в принципе, вот быть отцом, когда фактически, да, это ведь возраст, ну... Препенсионный. Да, ну такой, для дедушки. То есть уже ведь, в принципе... Да, согласен. Кстати... Нет, старшая дочь еще не... Да. Я еще хочу стать дедушкой, хочу стать дедушкой, но как-то... Ну, вот они смущают, что будет очень большая разница. Я смотрю, как она, допустим, на того же Табакова Олега Павловича с его младшей дочкой, что вот очень будет большая разница в возрасте, это не отношения отца и дочери будут, вот, потому что разрыв вот в этих кодах, в пониманиях о том, какие фильмы смотреть, какую музыку слушать. Я вам скажу, что мне, вот на мой взгляд, как мне кажется, у меня гораздо больше противоречий и проблем со старшей дочерью, которая всю жизнь играла, папа, я такая счастливая, куда бы я ни пришла, в детский сад или в школу, у меня самые молодые родители. То есть она испытывала удовольствие от этого, и вот именно с ней у меня самые большие проблемы. А сколько вам было, когда вы... Она родилась, ей было 19 лет. 19 очень рано, да. Ну, в наше время так... Ну, да, так было, да. ...в тем временем рано становиться, да. Хотя я очень горжусь ей, она замечательный человек, красивая девушка, и делает карьеру, как может, сама. И шоу-бизнес. Она не в шоу-бизнес, она в журналистике, она закончила МГУ, журфакт. А это тоже шоу-бизнес. Да, шоу-бизнес, значит шоу-бизнес, вот, и поэтому мне кажется, что наоборот, и я много очень встречал в семье, где вот большая разница в возрасте между родителями и детьми, и вот все-таки мне кажется, что чем больше разница, тем, видимо, родитель становится мудрее, или, может быть, ребенок больше любит своего родителя, который видит, что он уже такой пожил там, может быть, наверное. Вот буквально недавно встречался с друзьями, у них тоже родилась дочь, когда ему было 47 лет, точно столько же, сколько и мне. И они сказали, что у них очень близкие отношения со своими детьми, вот со своей дочерью очень близкие отношения. У них нет вообще никаких секретов, они могут разговаривать о сексе, о любви, о чем угодно. Вот если просматривать Фейсбук, кстати, насчет Фейсбука сразу надо пояснить, что есть несколько ложных аккаунтов, то есть тот, который находится поиском, прежде всего написанный там Евгений Фридлин, продюсер, это фальшивка, не имеющая никакого отношения. А вот в вашем Фейсбуке можно опять же узнать, что было на завтрак, на обед и на ужин, с кем, а почему-то вот детей я там не видел. Нет, ну нет, фигурирует, да? Да, фигурирует, просто видимо. Нет, я, кроме малышки, малышки просто с момента зачатия. Нет, нет, дети фигурируют, буквально на прошлой неделе, когда дети приезжали ко мне, они живут отдельно, конечно, это понятно, они живут со своими мамами, вот, но они часто, у меня очень много фотографий с детьми, как раз это, я им очень много внимания уделяю, я вообще своими детьми горжусь, они у меня очень красивые, очень умные, оба отличники. Вчера с сыном по дороге я ехал на работу, мы час разговаривали по телефону обо всем, начиная от его сестры, заканчивая последними моделями телефонов Samsung. Поэтому у меня детей хватает. Конечно, хотелось бы больше, хотелось бы каждый день встречаться, но тем не менее, у меня очень, видимо, много публикаций, вы не успеваете следить за всеми. Ну, это просто невозможно, по-моему, следить за всеми, потому что это... Я ведь первый раз, когда мы в этой студии встречались, один из вопросов был, сам Лив Придленд пишет все эти посты, во-первых, потому что они очень хорошо исполнены, то есть профессионально, ну да, мы же говорили на эту тему, мне кажется. Мне кажется, что это вот просто вот не каждый журналист может так грамотно излагать тезисы. А и, кстати, по содержанию этих тезисов, я заметил, что за последнее время, ну, время, прошедшее с момента предыдущей нашей встречи здесь, в этой студии, пришлось расстаться с очень многими коллегами по шоу-бизнесу, просто вдрызг разругались. И эти баталии просто сетевые, да, они все были на виду. Нет разочарования, что, может, не стоило это Фейсбук заводить, потому что теряешь друзей? Нет, ну Фейсбук здесь ни при чем. Не соглашусь вот с тезисом, что Фейсбук ни при чем, потому что я именно в Фейсбуке узнал о несовпадении там своих, допустим, личных позиций с людьми, с которыми я был знаком там с 80-х каких-то, когда мы были все едины. Раньше-то казалось, что мы все мыслим одинаково. И именно в Фейсбуке я узнал, что отнюдь дело обстоит не так. И с очень многими просто тоже расстался. И расстался в том числе и в офлайне. То есть я перестал общаться. Так что не знаю, может, мне кажется, вред от этого вашего Фейсбука. И от вашего тоже. Да, может быть, конечно, отчасти это и прав, но вот все-таки обострились, мне просто кажется, что вот эти все отношения и слишком тема такая все-таки Украина. Я думаю, что если была бы тема там Бразилии или там Австралии, или там голодных в Африке, это бы так ни в людей не волновало. И даже, наверное, может быть, где-то каких-то там небольших проблем даже внутри нашей страны. Здесь раскололи вот то, что называется русский мир, да, православный мир, раскололся пополам. И семьи пополам, и страны пополам, которые очень близкие. Я, например, очень переживал. Я начал переживать, потому что мои родители выходцы из Украины. Моя мама из Николаева, папа из Харькова. Всю жизнь там прожили, и дедушки, и бабушки, и много там предков похоронено. И я все детство там проводил на Украине. Для меня это очень полезная тема. Я в Николаеве, в Одессе. Я все лето, меня на все лето отправляли. На море? Да, на море, на южном Буге. И потом, когда я уже стал взрослым и начал бизнес, и мы с Кимом Брейдбургом, с группой «Диалог», потому что группа «Диалог» вся из города Николаева. Они там все родились. Мы туда уехали, у меня там было дом и квартира. И с Валерой Меладзе. То есть у меня все, многое в жизни связано именно с Украиной. Меня как раз иногда удивляет градус дискуссии, когда люди, которые друг друга знают хорошо и понимают, кто чего стоит, и в профессиональном отношении, в человеческом, переходит вот на всякие границы. Да, да, да. И с Андреем Макаревичем, который как только появился в Фейсбуке, мы с ним сразу начали переписываться. И я ему там как подсказывал, как пользоваться, он какие-то вещи не знал, как там что-то пастить, как комментировать, как ставить лайки. Я ему это все рассказывал. Мы с ним общались. Я там знаком с его сестрой. Когда он меня заблокировал, Андрей меня заблокировал именно за мои высказывания по поводу Украины. Хотя я на него заступался как мог, говорил, что Макаревич не прав, но он имеет право ошибаться. В принципе, я Андрею прощаю вот эти все. И даже понимаю прекрасно, что и народ он обидел. Но понимаю, что для него это очень большие переживания. Сложная тема. Сложная тема, очень сложная тема. Это очень сложная тема. Особенно учитывая, что мы находимся в среде, которая в значительной степени, ну и люди шоу-бизнеса, сцены, и люди, которые в медиа индустрии, мы ведь в известной степени ответственны за формирование общественного мнения. И когда общественное мнение среды не совпадает с общественным мнением, как таковым, которое снизу сложилось, то получается не очень хорошо. Вот знаете, о другом даже, вот даже понятно, что у каждого своя правда. И у украинцев, которые хотят в другой жизни, их, может быть, хотят в Европу, и у русских, и все имеют право заблуждаться. Куртка. Ну, странно, поэтому все мы, да, вот все вот люди, которые там прозвучали, и даже не были названы, допустим, все мы любим Битлз. Да, вот ни одного человека не найдешь, наверное, или, не знаю, может, приходил сталкивать. Хотя есть, на самом деле, да, есть. Есть, да, есть, конечно, да. Ну, мне кажется, это так вот говорится просто для того, чтобы вызвать ряд, как бы слышали здесь, да. А я вот не понимаю, вот все начинают, да, говорить про Битлз. Вот как можно, в прошлый раз мы говорили, там, и про Би Роу. Как вот можно любить Битлз, а в результате потом вот заниматься такой вот голимой попсой, которой вы занимаетесь, я вот не понимаю. Ну, может быть, как-то менее критично к себе относишься, когда занимаешься этим, да? Кажется, что ты занимаешься просто какой-то высокой модой или высокой музыкой, или очень серьезными вещами. Но понятно, что я, скажем, не в классической музыке, я сам не музыкант. И для меня, я пришел к этому через шоу, скажем, да? То есть я устраивал и фестивали, и конкурсы еще в институте медицинском, когда учился. Поэтому для меня было интересно со мной шоу. Я начинал заниматься даже конкурсами «Королева красоты». Мы вручали «Мисс Кузбасс» за самый первый конкурс, который проводил я. Вот. Для меня, я пришел к этому таким образом. Но я считаю, что, и мне так кажется, что всей музыкой, которой я в своей жизни занимался, и с теми исполнителями, с которыми мне довелось, это замечательные исполнители, начиная с группы «Браво» и Валера Меладзе, и премьер-министр, это исполнители, которые все-таки какую-то планку задавали по псе. Какую-то планку. И когда я помню прекрасно, когда мы делали проект «Народный артист», к нам приходили исполнители, они пели в основном «Премьер-министр», там, о студии, то есть тех людей, которые, на мой взгляд, делают действительно качественную, популярную музыку. Поэтому «Попса-попси» немножко розник все-таки. Хотя проходит время, вот скажу честно. Понятно, что я не являюсь поклонником, там, ни группы «Руки вверх», там, ни группы «Нана», но проходит время, и находятся песни, и вот «Ласковый май», кстати, тоже, мы все смеялись, а находятся песни, которые мы делаем сегодня ремейки, перепеваем за них, и эти песни обретают совершенно другой смысл какой-то. Но это все равно все те же три аккорда. Ну, это не важно. Ну как это не важно? Я думаю, что в песне должна быть эмоция, должно быть какой-то посыл, состояние. Мы же не говорим сейчас о том, что мы воспитываем на этом музыканта. Мы говорим, скажем, о том, что просто людям доставляют удовольствие, радость, теплоту. Я очень с очень многими разговариваю, допустим, это вот в известной степени относится в большей степени к исполнительницам, которых называют там «поющие трусы». Вот девичьи группы, девушки поющие, и все они милые достаточно, и как бы и петь там худо-бедно умеют. Но я все равно понимаю, что без денег, без вложений, без инвестиций все равно бы их не было. Да, я согласен с этим. Сегодня особенно это коммерциализировалось все очень. Вот с каких пор это тенденция такого, что невозможно пробиться без инвестиций? Это из года в год, особенно это в 2000-е годы расцвело. Потому что я помню прекрасно еще 90-е годы, на заре, когда Валера Сюткин пришел в группу «Браво», мы как-то все туда начали продвигать. Я помню прекрасно, что я приходил к Ване Демидову, приходил к Игорю Крутомову. Это не стоило никаких денег. И там звонил Вася Хасалапову на радиомаяк, и как-то пропихивал интервью. Не стоило никаких денег, потому что крыша была вообще? Нет, крыши не было, правда. Потом это потихоньку... Потом начали брать деньги, но гасить как бы расходы. И мы понимали прекрасно, что есть расходы по декорациям, свет, звук. Сегодня это все умножено просто на 10. Сегодня цифры, которые объявляют за промоушен, они вообще неадекватные. Они гасят сразу тебе все годовые расходы, всех телекомпаний и всех передач музыкальных вместе взятых. Поэтому особенно важно, что мы кошечек пристраиваем бесплатно, вот таких роскошных. Очень красиво кошечка. Возьмите девушку, я надеюсь, что все у нее сложится в жизни. Она шикарная абсолютно. А то, что сложится в жизни у Фридлендов, я не сомневаюсь, потому что такой позитив и такой оптимизм, который... Мы уже закончили, что ли? Нет, нет, мы продолжаем. У нас просто код, у нас новая традиция появилась в передаче. Мы играем в правду. Так. Это такой проект. Здесь фишечки, 4 разных цветов. Гость выбирает фишку, и потом такого же цвета выбирает вопросы. Вопросы распределены по группам. Здесь вопросы на подумать, откровенные, неудобные. Если белая карточка, то я сам придумываю вопросы. Хорошо. У нас будет три таких... Три вопроса. Для начала вытянуть фишку. Мои толстые пальчики, блин, не залазят в этот мешочек. Голубая, голубая. Голубой самый, кстати, мой любимый цвет. Вот не все так говорят. Не все так говорят. С детства я выбирал розовые какие-то баночки, розовые... Ой, в смысле, голубые баночки какие-то, которые там привозили из Индии, какие-то красивые, там, какие-то стеклышки. Все у меня... А недавно с коллегами... Джинсы, рубашки, у меня тут у меня все голубое даже. С продюсером говорил, известным Пудовкиным. Да. Вот, он так расстрелся, он говорит, я не хочу, чтобы была голубая карточка. Ничего страшного. Все вы разные очень, да. Голубую? Да, любую голубую. Вот она будет смотреть на меня. Так. Нет, а красные в результате. Так, да. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Вы знаете, я только вчера написал пост. Так. У меня было два долга, которые я вчера последний перечислил в Израиль и больше никому ничего не должен. Ну, кроме, конечно, своих родителей, папы, мамы. И главное, как мне нравится, грамотно был снова профиарен Facebook. Снова про пост второй. Всего три будет. Так. Так, красная. Ну, любую красную, стало быть, да. Занимались ли вы сексом вне дома? И второй вопрос. Где? Где? Да, везде. Как это везде? Нет, я публично не занимался сексом никогда. А? Но публично сексом никогда не занимался, но занимался во многих местах. Ну, какой такой экзотический? Самолет. Все говорят самолет. Я не представляю, как это может быть. Очень неудобно. Очень неудобно. А, ну, а вот это вот адреналин, да? Это вот... Это молодость, да, да. Безбашенность. А, да, то есть это молодые годы? Это я на заре бизнеса, и мы тогда, когда вот можно было ходить по самолетам, там что-то курить, помню. И мы сидели со стюардессой, мы выпивали, и я влюбился в одну стюардессу. А, так это еще и со стюардессой было? Это просто такая эротическая фантазия. Очень многих. Для кого-то это была реальность. Вот прошлое пост надо записать в Фейсбуке. И третье, финальное. Финальное? Ну, такая вот. Снова красная, да. Ну, пусть будет это. Пусть будет это. С кем из бывших? Вам хотелось бы однажды сойтись заново. С кем из бывших? Знаете, я... Это имеется в виду женщин. Я не знаю, что имеется в виду этого. Здесь каждый понимает в миру свою испорченность. Нет, сойтись, наверное, нет. Наверное, все-таки должно все идти вперед. И друзья, если они потерялись, это тоже, наверное, так и должно было быть. А чтобы, скажем, были более все-таки, не знаю, там, теплые отношения, что ли, дружеские, с моими бывшими женами, потому что они мало моих детей, я, конечно, бы очень хотел. Что ж, я в конце передачи пропиарю свою собственную книжку. Мы не только в инбух, приятели, но пиарим сегодня. Называется «24 кадры правды про кино». Я знаю, что Нударев считается очень легко. Будет про продюсеров стать книжкой. У нас уже две беседы, поэтому кое-что туда будет включено. Я поздравляю с рождением четвертого ребенка. И желаю, чтобы... Даниэла. Да, Даниэла Евгеньевна Придлядна. Вот. Так будет назван, наверное, когда-нибудь один из альбомов. Может быть. И напоминаю, что мы пропиарим Ватилису. Спасибо. Спасибо.